Субтитры делал DimaTorzok Накануне в Нижнекамске состоялась битва лидеров в Восточной конференции. Нефтехимик принимал Новосибирскую Сибирь. Ну и вот так вот счет в первом периоде открывает у нас Максим Карпов. Точнейший бросок с кистей в его исполнении. И это реализованное большинство. Не стал Карпов уходить в позиционную атаку. Бросил и в этой ситуации Долганов свою команду выручить не сумел. Перемещаемся в третий период и ответ в исполнении хозяев. Герман Точилкин, бросок в ближний угол и здесь уже Красоткин бессилен. 1-1 и казалось все дело идет к овертайму и дополнительным баллам лишь за пределами 60 игровых минут. Но Сергей Широков был против. Он нашел отскок на чужом пятачке и в итоге мимо щитков Долганова шайбу сумел переправить в створ ворот после собственного же броска. Ну вот опыт здесь сыграл конечно свое, ну а Сергей в полном порядке. Как и всегда Сибирь побеждает 2-1. Перемещаемся в Череповец, где Северсталь принимала Кунь-Лунь Ред Стар и уже на второй минуте удалось гостям отличиться. Шикарная атака с ходу, передача на дальнюю штангу и 1. Никем не прикрытый Томаш Юрчо ставит точку в этом розыгрыше. 1-0 в пользу гостей. Сделано все было как по нотам. Ну и дальше был ответный пас уже от Юрчо на Хелп Гевакса, который в первой шайбе отметился. Результативной передачей, после чего Джейден еще и гол в свой актив записал. Это первые результативные действия для девятого номера Кунь-Лунь Ред Стар в континентальной хоккейной лиге. Шикарную возможность упускает Северсталь отквитать одну шайбу в концовке периода под номером 2. Но здесь отдельные аплодисменты Кайлу Кейзеру, который спиной свою команду выручает. На мой взгляд, это лучший сейв сезона на данный момент. Точку же в этой встрече окончательную установил Томаш Юрчо. Сделал он это на первой минуте третьего периода. Еще одна атака с ходу от гостей. Бросок в дальнюю девятку и Кунь-Лунь побеждает со счетом 3-0. Московский «Спартак» завершает шестиматчевую домашнюю серию встречей с «Акбарсом» на фоне двух поражений подряд. Парни Алексея Жамнова последовательно уступили «Металлургу» и «Салавату» с одинаковым счетом 2-5. Но при этом все равно удерживаются на второй строчке западной конференции. «Акбарс» же формально пятый на востоке, но с играми в запасе и отставанием всего в 4 очка от «Трактора». Чья возьмет сегодня? Сейчас все узнаем. Активно начали эту встречу подопечный «Анварга» Диэтулина. Передача на пятак на пятый минут от Галимова. И здесь дважды Николаеву пришлось свою команду выручать после бросков с Афонова. Но ни с первой, ни со второй попытки пробить вратаря соперника не удалось «Казанца». Далее уже ответ. В исполнении «Спартака» Филин за чужими воротами находит бита на передаче. Бросок в ближний угол. В этой ситуации уже Мефтахов шлемом свою команду выручает. Перемещаемся в концовку первого периода. И здесь момент с борьбой в углу зоны казанской команды. Биттен, бросок. И в этой ситуации Егор Филин все-таки находит добивание. 1-0. Таким становится счет в первом периоде этого матча. Филин здорово здесь, не обрабатывая шайбу, отправляет ее в створ мимо галкипера соперника. Ну и на этом события не завершились. Полторы минуты до конца и сольный проход от Дыняка. Мы увидели бросок. Николаев вторым движением шайбу фиксирует под своей ловушкой. Таким образом 1-0 по итогу 20 сыгранных минут. Второй период начинается с опасной атаки в исполнении «Спартаковцы». Голдобин скидывает шайбу Мальцеву. Тот бросает в ближний угол. Мефтахов команду в этой ситуации выручает. Дальше ответ уже в исполнении гостей. Лямкин в центр вытягивает бросок с кистей. Добивание Семенова. Шайба в створ не попадает. Ну и в этой ситуации действительно могли счет сравнять игроки казанского Акбарса. Ну а дальше пришлось свои ворота оборонять. Королев здорово из глубины подключается. Шайбу получил от Филина. Бросил в ближний угол. Мефтахов тот самый угол сумел надежно прикрыть. После чего еще и шайбу забрал себе. Кирилл Семенов бежит в контратаку вместе с партнерами. Выдает передачу на дальнюю. Кошелев в касание бросает. Николаев выручает. Ну и на добивании также хорош был голкипер «Спартака». Дважды свою команду за эту атаку он выручил. Концовка. Периода под номером два. Позиционная атака в исполнении «Спартаковцев». Голдобин на «Ружечку». Тот бросает с кистей и пробивает Мефтахова во второй раз в сегодняшнем матче. 2-0. Становится счет в пользу хозяев. Ну и здесь разыграли действительно здорово. У «Ружечки» появилось пространство. И он им полностью воспользовался. Третий период начинается с большинства хозяев. Передача на Вишневского. Бросок в касание. Мефтахов команду выручить сумел в этой ситуации. Ну и пришлось еще стараться. Уже в формате 3 на 5 играет казанский «Акбарс». Бросок от синей линии в исполнении «Миронова». Он заблокирован. Перевод Морозову. Бросок Мефтахов выручает и здесь. И в этой ситуации, когда Рубцов, казалось, наверняка замыкал передачу партнера Спитака, Амир Мефтахов команду выручил. И позволил «Акбарсу» еще надеяться на камбэк. В этой встрече еще вполне мог и сам начать голевую атаку. Передача под чужую синюю получилась. Коршков бросает. Но с этим броском Николаев справляется достаточно легко. После чего увидели мы вот такой забег в исполнении Галимова. Ускорился он за шайбой. И поборолся за нее, выбросив в итоге на пятак. На своего партнера Герман Рубцов третий гол Спартака забивает в сегодняшнем матче. Отдельных слов похвалы достоин Галимов. Он сделал многое для этой шайбы. И, собственно, она и произошла во многом благодаря его усилиям. Играет вновь в большинстве Спартак. Биттон полез на ближнюю штангу. Врезался в Мефтахова. Достаточно неприятный для голкипера момент. Но со здоровьем вроде бы все в порядке у вратаря Казанского Акбарса. Бросок по воротам Николаева в концовке третьего периода. Коршков мог все-таки отличиться. Но не удалось в итоге пробить вратаря. А здесь еще и Беляев шайбу смахнул буквально с ленточки. Ворот сохранив своему голкиперу Сухарь. 36 спасений Николаева. И 3-0 победа Спартака. В гости к Челябинскому трактору заглянула Нижегородская торпеда. Команды сейчас на ходу. Ну а в первом периоде болельщики увидели вот такой гол в исполнении Шабанова. Бросок в ближний угол. И к этому действию был абсолютно не готов. Иван Кульбаков. 1-0. Уже на второй минуте этого противостояния. Далее болельщикам пришлось немного подождать за тем, чтобы увидеть вторую шайбу. И случилась она за авторством Василия Атанасова. Прессинг сработал здесь в пользу торпеды. Ошиблись защитники трактора. Но и Атанасов ничего не стал придумывать. Броском в касание пробивает Мыльникова. Недолго счет был 1-1. Буквально следующая атака трактора. И Сергей Телегин попадает в протокол. Прострелил на пятак. Попал в клюшку голкиперу. И счет стал 2-1 в пользу его команды. Период под номером 3. И Василий Атанасов оформляет дубль. Бросок с пятака успеха не принес. А вот добивание все с того же места оказалось уже результативным. 2-2 в этом матче. Трактор мириться с подобным течением дел, естественно, не собирался. Прострел от Шабанова на пятак. И Александр Кадейкин, пускай и не закрывая вратаря, но находясь вновь на чужом пятачке, выводит свою команду вперед. На этом челябинцы останавливаться не собирались. Робинсон прострел на пятак. И Владимир Ткачев ставит точку. И в этой комбинации уже две шайбы преимущества трактора. И, казалось бы, победа в основное время никуда не уйдет от хозяев сегодняшней встречи. Но у Торпеда были свои варианты развития событий. Выигранное вбрасывание в чужой зоне. И Бобби Линч отыгрывает. Один гол. Счет становится 4-3. Классные действия 49-го номера. Убрал шайбу на неудобную. Бросил по перекладину. И уже с пустыми воротами. Играет Нижегородская Торпеда. Пас на синюю. Бросок. И это гол. И это гол Евгения Свечникова. Который за 19 секунд до конца основного времени переводит игру в овертайм. Ну, а там все завершилось на второй минуте. Когда отличился Андрей Светлаков. Прошив буквально Ивана Кульбакова. И принеся своей команде победу. Итоговые 5-4. В пользу трактора. Шикарный матч. В гости к действующему чемпиону приехал омский авангард. Отлично начали эту встречу хозяева. И уже на первой минуте после выигранного вбрасывания Алексей Маклюков счет открывает 1-0. Идеальное по точности попадание в самую девятку. Комченко был бессилен. Вторая минута и вторая атака в исполнении хозяев. Орехов на пятак набрасывает. И Михайлис после серии отскока в дальнюю штангу замыкает. Отправляя Комченко на скамейку запасных. Илья Проскуряков появился на последнем рубеже. Ну и на этом события первого периода не закончились. Чистяков поборолся за шайбу в чужой зоне. Выехал, бросил. И Гумнов блестяще сыграл на добивании. С лету отправив шайбу за спину Ильи Набокова. Таким образом, 2-1 при этих показателях команды отправились на первый перерыв. Во втором игровом отрезке большинство было у Металлурга. Бросок Вовченко и в дальний угол попадает Даниил. 3-1. Снова перевес хозяев. Две шайбы. Естественно, пришлось поднапрячься. А мячам для того, чтобы вернуться в эту встречу. И на старте третьего периода Дамир Шеребзянов одну шайбу отыгрывает. 3-2. Шикарный по силе и точности бросок в исполнении капитана омской дружины. Концовка матча. И в этой ситуации уже увидели мы гол в пустые ворота в исполнении Люка Джонсона. В этой ситуации играл Омск в меньшинстве. Но нужно было вратаря менять. Нужно было отыгрываться. Но этого сделать не удалось. 4-2 в пользу Металлурга. Отправляемся на берег Черного моря, где к хоккейному клубу Сочи приехал Ярославский Локомотив. Затяжная атака гостей в середине первого периода приносит результат. Рафиков из правого круга вбрасывание счет открывает мощнейшим броском в касание. Ну, прошил здесь буквально Сергей Иванова. 1-0 в пользу гостей. После чего увидели мы во втором периоде большинство в исполнении железнодорожников. Передача Березкина на Шулунова. И тот отправляет шайбу в сетку. Отличный бросок в касание. 2-0 в пользу Ярославцев. Реализовали свой шанс при игре в большинстве и хоккеисты хозяев. Тинулин перевел шайбу на Попова. Тот, недолго думая, бросил. И переиграл Исаева. 2-1. Но на большее хозяев, к сожалению, не хватило. Не удалось отыграть то преимущество, которое Ярославль добыл в первом отрезке. В Санкт-Петербурге активнее встречу начали хозяева. СКА получил большинство против автомобилиста уже на второй минуте. И, собственно, на третьей удалось реализовать численное преимущество. Евгений Кузнецов завершает атаку сходу точным броском между щитков Евгения Аликина. Ну и, естественно, птичка без нее никуда. Бросок Лайпсига уже ближе к концовке первого периода. Серия рикошетов и шайба оказывается в сетке ворот Егора Заврагина, который сегодня с первых минут защищал последний рубеж у армейцев с берегов Невы. Период под номером 2 начинается с большинства. Для гостей Эберт на синей линии, перевод на Дакосту. Тот еще одну передачу выполняет. И в итоге Брукс Мейсик ставит точку в этом розыгрыше. Выпуска одного из хоккеистов СКА из бокса для оштрафованных 2-1 в пользу гостей. Перемещаемся уже в третью 20-минутку. И большинство в исполнении хозяев. Бросок от синей линии, серия рикошетов. И в итоге Сергей Плотников становится последним, кто шайбы коснулся. 2-2, Де Анджело набрасывал, Григоренко подставил, ну а Плотникову шайба в ногу попала. На этом останавливаться хоккеисты с берегов Невы не планировали. Алистров шайбу на пятак отправляет, Аликин перед собой отбивает. И Захар Бардаков вновь выводит свою команду вперед. 3-2 в пользу. Хозяев в этой ситуации Аликин свою команду выручить не сумел. Ну и, естественно, продолжил СКА свои атаки. Середина периода. Грицук в зону входит, бросает, попадает в Глотова. Но тот не растерялся. Моментально шайбу подработал себе Василий. И изумительным броском в ближний угол пробивает Евгения Аликина. 4-2 пустые ворота у автомобилиста, но реализовать честное преимущество не удалось на сей раз. Бросок Арсения Грицука ставит точку. В этой игре 5-2 в пользу СКА и 35 спасений Заврагина. Подопечные Виктора Козлова продолжают выездную серию. И сегодня у них заключительная игра в Москве. После сухого поражения ЦСКА Салават одолел Спартак. Но несмотря на 7 побед в 11 матчах, уфимцы балансируют на грани вылета из зоны плей-офф. Впрочем, это прежде всего связано с тем, что Салават пока что реже всех остальных выходил на лед. И если легионеры Уфы в ударе, то вот в Динамо это как раз самое слабое звено. Столичных североамериканцев не критикуют только ленивый. Но может быть именно сегодня им удастся сделать крутой поворот? Давайте смотреть. Стартовый отрезок. Динамовцы начали активней. Бросок Сергеева от синей линии. Подправление Джашвили, но выше створа. Шайба полетела в этой ситуации. Далее атака сходу уже в исполнении хозяев. Шайба вброшена в зону. Играет на выходе с ОМОНов. Играет неудачно. Бросок Рашевского. И Михеев на добивании первым. Оказывается, находясь за воротами, Артем Шайбу сумел переправить в сетку. Здорово здесь подработал. И над щитком Сомонова игровой снаряд отправил в створ ворот. 1-0 в пользу хозяев. Правда, недолго подобный результат видели болельщики на табло ВТБ арены. Атака сходу в исполнении гостей. И бросок Шелдона Рэмпола точно под перекладину. 1-1 у нас в этом матче. Ну и всю атаку отмечаем. Хмелевский на ливо. Дальше Рэмпл под себя убирает. Бросает в ближний. И пробивает Ярославлева в дебютном для него матче в континентальной хоккейной лиге. Здесь вопросов галкиперу быть никаких не может. Еще одну возможность имели динамовцы для того, чтобы отличиться. Здесь выручает Сомонов. Ну и дальше состоялись два удаления со стороны уфимцев в Орлов. За блокировку, но и за толчок клюшкой отправился Никита Зоркин на 2 минуты. Игра 5 на 3 для соперников Динамо. Это всегда большие проблемы. Вусев простреливает на дальнюю. А там уже Егор Римашевский расположился надежно, прикрыв угол. Да, бы шайба мимо него не проскочила. И этот сильный прострел принес успех динамовцам. 2-1 в этом периоде. Большинство продолжилось. Ожиганов на синей линии. Перепасовка с партнером. Обратный пас получил. Бросил Джашвили на добивании. Саммонов команду выручает. Так же, как и первый период, второй игровой отрезок Динамо начинает активней. Хорошая атака сходу. Скидка. Бросок Паленкова. Рикошет шайба отправляется в лицевой борт. И оказывается на пятачке Саммонова. Повезло здесь и вратарю, и всей команде. Салават Юлаев, что не оказался игровой снаряд в итоге в сетке. Зато оказался он после вот этой атаки уже у финцев. Бросок. И Джошуа Лива становится автором заброшенной шайбы. Счет становится 2-2. Ярославлев очень сильно удивился, как же шайба оказалась у него за спиной. Не самый сложный бросок в исполнении Лива. Но приносит он результат. Удалений было много в этом матче. И продолжились они и по ходу второго игрового отрезка. Садрик Пакет шайбу выбросил из своей зоны неаккуратно. И оставил команду втроем против пятерых соперников. Позиционный розыгрыш от уфимцев. Перевод Шарова. Бросок. В этой ситуации команду Ярославлев выручает. Успел он переместиться на Рэмпола. И шайбу поймал без отскока. Продолжилось большинство для Салавата. Немного времени было для того, чтобы 5 на 4 реализовать. И в итоге выход 1 на 1 на свои ворота допустили гости. Бросок пакета. Добивание. Которое все-таки сумел ликвидировать Самонов. Но в этой ситуации действительно выручает он своих партнеров вне всяких сомнений. Еще одно большинство для московского Динамо. Комтуа. Шайбу получил. Бросил пакет. Подправил. Добил. Самонов команду вновь выручает. Дальше. Момент уже в исполнении уфимцев. Вошли в зону. Рэмпл бросает в ближний. Добивание мимо. Створок лива шайбу отправляет. Начинается третий период. И вновь видим мы в атаке московское Динамо. Заброс в лицевой борт. Оттуда передачный пятак следует. Расшевский мощно бросает. Самонов шайбу фиксирует у себя в ловушке, останавливая этот выстрел. Но все-таки добились своего хозяева. Наброс от борта. Борьба на пятачке. И шайба отлетает к Артему Чернову, который свою первую шайбу забрасывает в континентальной хоккейной лиге. С чем мы его и поздравляем. Отмечаем действия Джиашвили, который здорово поборолся здесь с защитником. И все-таки сумел точную передачу на партнера выполнить. 3-2 в пользу московского Динамо. Ну и, соответственно, на этом останавливаться не планировали. Хозяева заброс в лицевой борт. Отскок. И в этой ситуации визовой, который не так давно появился со скамейки запасных, не разглядел вот этого пресловутого отскока, который оказывается голевым для Камтуа. В этой ситуации подкараулил шайбу Максим и отправил ее точно в сетку. 4-2 в пользу московского Динамо. Салавату нужно было отвечать. И, естественно, лидеры старались это сделать. Но пробить Ярославлева раз за разом не получалось. Передача на Хмелевского. Тот бросает в касание. Ярославлев хорош. Большинство московского Динамо никуда не делась. Камтуа на розыгрыше. Неточная передача. И в итоге Хмелевский убегает 2 в 1. Сам бросает и попадает в штангу в этой ситуации. Здесь Менел заблокировал атаку. Как следствие, 4-2. Победа хозяев. Суббота удалась на все деньги. Трактор и Торпеда устроили настоящее шоу в Челябинске. Максим Камтуа набрал очки в третьем матче подряд. АСКА перевернул игру в третьем периоде. Завтра мы, с вашего позволения, возьмем небольшую паузу. Но вернемся со свежим контентом уже в понедельник. Так что разлука будет недолгой. Не печальтесь. Это был скользкий лед на Кинопоиске. До встречи.